Значит, по носику гладишь, заказываешь желание. Сейчас рыбкой стану. Конечно, мы гуляли в поисках новогодней елки. Дед Мороз. Постучимся к нему. Ну, вот они, лебеди. Ну, здравствуй, море! Всем привет! Из Зеленоградска приехали сегодня погулять. Посмотреть, какая здесь атмосфера перед Новым Годом. Сколько здесь туристов, как украшен город. Погуляем, зарядимся настроением. Оставайтесь с нами, будет очень сказочно и красиво. Начнем сегодня мы нашу прогулку по Зеленоградску от ЖД вокзала. В принципе, это стандартный наш маршрут. Мы здесь паркуемся, оставляем автомобиль и идем гулять. Смотрите, город украшен. Каждый домик нарядный. Горят огоньки. Создается новогодняя атмосфера. Это музей, вилла Крель. Вход в музей со двора, заодно заглянем во двор. Красота на этом закончилась. Зато здесь кошечки. Без которых нельзя представить Зеленоградск. Ну и котяра. Помните, мы вам показывали в видео, такой же похожий сидит на набережной возле моря. Прусский кот. Ух, такой толстячок. Конечно, мы гуляли в поисках новогодней елки, и мы ее нашли. Смотрите, какая красавица. Желтые, золотые и красные шары. И там какой-то пряничный домик. Ну, по крайней мере, такое у меня вызывает ощущение. Там, конечно, все фотографируются. Так, двигаемся к этому прекрасному, чудесному, сказочному домику. Ой, как здесь красиво. Особенно вечером будет. Это арт-объект с дополнительной реальностью. По штрих-коду он дома. Можно скачать себе приложение и смотреть на домик. И тут у нас там живет Дед Мороз. Детки вот возле фотографируются. Ну, в общем, это арт-объект с дополнительной реальностью. Для этого нужно обязательно скачать приложение. Вот, передвигаемся, смотрим, что дальше. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Так, а тут? Ага, тут так же сидит. Он уже с другой стороны. Да, ну это сидит. На том же стуле, на другой стороне. Ну-ка здесь. Ну-ка здесь. Собственно, то же самое. Вот, ну почему Санта-Клаус, ребят? Ну, здесь Деда Мороза хочется. Постучимся к нему? Кто-нибудь есть? Нету его там. А тут камин. В общем, это развлечение для детей. Классно, интересно и притягивает, конечно же, сюда людей. Ну, а мы движемся дальше. Впереди у нас курортный проспект. И это самое фотографируемое в Инстаграм-место в Зеленоградске. Узнаете? Тут даже есть отметка. Сделай фото и отправь открытку. И, кстати, тут написано идеальное время для фотографий. То есть, как падает солнечный свет, чтобы получилась фоточка. Огонь! Идем смотреть, как украшен город. Вообще, как тут обстановка. Где наливают глинтвейн, чтобы согреться. Ну, и вам, конечно же, все это покажем. Ну, сразу же бросается в глаза очень много огоньков. Новогодние украшения. Очень здорово. Вот кафе, например, тоже очень украшено. Вот этот магазинчик. Здесь продаются разные сувениры. Антикварная лавка. Как мне кажется, это лучший магазин для покупки сувениров в городе. Они здесь уникальные и необычные. Давайте зайдем и посмотрим, что они подготовили к Новому году. Кошка кушает! Киса, ты такая красивая! Можно я тебя поглажу? Пожалуйста. Ты такая сладкая. Какая ты хорошая! Ты покушала, тебя покормили. Ах, ты сладкая! Ой, ты сдайка! Мур-мур-мур. Вон еще. И еще. И еще. И еще. Пять кошек на маленьком таком пространстве. Так, заходим. И сейчас там такое тепло. И красиво. Я хочу вот эти леденцы. Вот я про них и говорила. Я вчера искала леденцы. Вот. Подарочки. Это вообще как магазины, музей. Здесь можно посмотреть какие-то старинные вещи. Смотрите, какой шкаф красивый. Фарфор. Очень-очень дорого стоит. Смотрите, какой он красивый. Леш, это прям твоя тема. Смотрите. Обалдеть. Немецкая кружка пивная. 29 тысяч. Новогодние цвета. Желтый. Красный и зеленый. Леденцы. Подарок под елку. Ой, как красиво, ребята. Мне кажется, это место в прошлый раз было как-то некрасиво выглядело. Они убрали. Сделали такую красоту. Такой новогодний домик. Все просто блестит. Класс. Мне очень нравится. Ребята молодцы. Вот серьезно. И огоньки вот эти, и дерево. Ой, красота. Кота поставили. Смотрите, какого. Красавчик. Черный такой. С тростью. Светофор для кошек. Так что, чтобы они правила движения соблюдали. А то их тут так много, что бывает. О, вот они, вот они. Смотри, какие жирненькие, толстенькие. Вон тот, смотри, какой классный. Ну-ка, сейчас мы к ним подойдем. Вот они тут голодные. Ой, голодные. Сытые. Там, смотри, какой жирдяйчик вот этот вот. Вот такой жирдяйчик. Все, погладила кошек довольная. И этот дом тоже очень хорошо украсили огоньками. Вот ничего не нужно лишнего. Желтые огоньки. Веточки. Елки. Красно-желтые шарики. И вот эти вот цветы рождественские. И красиво. Да? Мне нравится. Этот ресторанчик тоже вписывается в сегодняшнее настроение. Красные ставни. Красная дверь. Как будто специально это сделали к Новому году. Там горят свечи. Тоже внутри все оформлено. Кстати, снеговик из пеньков тоже. Это прикольная тема. Это с таким цилиндром на голове вместо ведра. Ну, здорово. Даже шарф ему связали. Представляете? Если честно, ощущения зимнего Зеленоградска с летним совершенно разные. Я сейчас иду и обращаю внимание на елки. На зелень, которую я вижу, например, вот с левой стороны. Здесь туи, зеленая травка, ленин. Ну, здорово, здорово. Слушайте, ребят. Обязательно посещайте. Вам здесь понравится. И знаете, что сейчас очень тихо. Понятно, что есть люди. Их не так сейчас много. Нам писали в комментариях, что пурортные города, Светлогорск, Зеленоградск, они вымирают зимой. Но на самом деле, это, во-первых, не так. Люди здесь есть. А во-вторых, город превращается просто в спокойный, тихий городок, где приятно проводить время и отдыхать. Так, это что у нас, памятник туристу? Ух ты. Это я стою, что ли? С котом? Слушайте, интересно. Его только недавно поставили, что ли? Я не видела. Ну, рука уже затертая. Видимо, и сфотографировались уже с ней девица. Красавица. С чемоданом, еще и с кошкой. Смотри, отсюда виднеется вот напорная башня. Это я не видела раньше. Вон она, вон там. Давай вот в эту сторону прогуляемся. Мы вот здесь с тропинкой-то еще ни разу не ходили. Мне нравится здесь так тихо, так спокойно, без какой-то суеты. Если вам хочется европейской, рождественской атмосферы, то приезжайте в Зеленоградск. Здесь вы сполна получите нужные вам эмоции. А еще здесь есть море. Это плюс. Также выгулять возле моря. Такую картину еще на доме мы не видели с собой и с котом в очках. Смотрите, она не яркая. Бежево-коричневые оттенки. И в то же время красиво. Так, ну а тут уже, смотрите, Дед Мороз взбирается, чтобы положить под елку подарки. Даже такой домик старенький, но пытается красиво оформить свой двор. Море там. Но мы специально прогуляемся по улочкам. Покажем вам не только море, что здесь есть. Здесь красивые местности, окрестности. Любите вы с нами ходить по городам, поэтому по вашим просьбам показываем вам за кулисья больше. Очень красивые вот эти пристрои, надстрои деревянные. Дом 1897 года. Кто-то скажет, что за холопки, да? Да нет, мне кажется, очень красиво. История. Но вот у нас за кулисью, да? Да. Вот это за кулисью. 6 антенн. Да. И кошка охраняет этот дом. На нее подушечка есть. Им тут хорошо. Кошакам. Это отель. Соседство с отелем. Смотри, вечно зеленое растение и как сразу. Да, конечно, вообще. Вот совсем другая картинка. И ты вообще сразу же думаешь, что у тебя не зима. Тем временем мы уже подошли к городскому парку. Зеленоградс он достаточно маленький, компактный, уютный. А так парк выглядит летом. Красивый, живописный, зеленый. А я вставляю вам кадры с дрона. Как он выглядит летом, это потрясающе. Это лучший парк, мне кажется, в области. А вот туристы приехали на каникулы новогодние. Вот так вот передвигаются здесь на велосипеде. Здесь выделены дорожки. Мы пойдем за туристами, проследим, куда же они идут. Смотрите, там вот три собаки. Таких фушистых. Хомячка прямо толстеньких. Так, а мы продолжаем следить за туристами. И двигаемся почему-то за ними. Вот, смотрите, зеленая трава. Газон. Там, кстати, вон качаются дети с видом, между прочим, на пруд. А вот и лебеди. Смотрите, какие красивые плавают по озеру. Много уток. Мы подобрались к ним поближе. Они от нас уплывают. Возвращаемся обратно на тот берег. Смотри, они взяли туда, поплыли. А еще можно попасть прямо на середину озера. Вот по таким островкам. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Так, бежим скорее к лебедям. Хотя бы их подснимем. Поближе красавчиков. Что-то они расплавились. Специально для нас. Ну, а уток-то, а уток сколько? Они сейчас так кря-кря-кряш. Ну, вот они, лебеди. Красивые какие. Грациозные. Кормушка прямо у них здесь. А утки-утки какие шустрые. Мне всегда интересно, почему селезни такие красивые, а утки такие страшники. Кто так придумал? Что она красивая? Он такой, типа, понравится, чтобы? А это вот селенькая. Это утка. Она такая не это. О, котяра. Я же тебя только недавно гладила. Ты как здесь оказался? Или это потомство? Или это его был брат? Или сестра? Так, это тут улов. А куда вы его потом? Так, ловите рыб. И что, загадаешь желание? Да, гладить ее по носику. О, боже. А-а-а! Так! Поймала. Поймала. Теперь ешь. Пальчиком придерживай. Ага. Значит, по носику гладишь. Ага. Заказывай желание. Так, все, воздушно пойдем. Да, сейчас рыбкой стану. Все, все. Все, я желаю загадал. Ему дай погладить по носику. Ну-ка, поглади по носику. Давай, давай, давай. Ну, гладь пальцем-то погладь. Дрин, 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 дрин. Давай. Не туда, не туда. Куда? Вот туда подхуй. Никита, не искай. Ох! Такой вот волшебного круга. Ага. Значит, сказочный пруд. Тут же тортилы. Сама жива. Ага. Ну, теперь подальше. Метра на два бросаешь. Давай, все. Загадай желание. Еще раз. Повтор. Ух! Все. Поплыла. Теперь осталось самую малость. От дыши и щедро зачем? Как будете? Щедро? Полу-щедро или очень щедро? Ребят, мы уже такие настолько уже не сочинцы. Мы уже калининградцы. Что нас вот так вот и развели на 200 рублей. Загадали желание. Вот. Ну, хорошо. Пусть сбудется. Слушай, ну, это было оригинально, согласитесь? Да, это было оригинально. Не жалко. Он ее поймал. Не сфотографируйся там, я не знаю, с обезьянкой. Да. Он ее поймал. А загадай желание. Она была в воде. Я ее отправила обратно. Все как бы гуманно. Ну, насколько это может быть. Тем не менее. И было интересно. И плюс еще обменялись любезностями. Пожелали друг другу хорошего дня. Так что все нормально. Так вот мы быстренько прогулялись. Пробежались по туристической части. Прошли парк. Вышли к волейболу. К волейбольным площадкам. Здесь, представляете, даже сейчас играют в пляжный волейбол. Ну, в принципе, а что? Что такого, да? Песок, он есть песок. Не важно, сколько градусов на улице. Команды. Здорово. А вот за тем домом находится море. Кто помнит, пишите в комментариях, как вот это место называется. Пишите, пишите. И почему оно так называется? В наших предыдущих видео это есть. А вы напишите сегодня в комментариях. Ну, а мы двигаемся в сторону. Наконец-то море. Мы его давно не приветствовали. Там находятся, кстати, на набережной два хороших кафе-ресторана с видом на море. Это кафе-дача и амбар. Вот мы проходим между ними. Кому какое больше нравится. Да. Мы были и там, и там. Да? Мы же были и там, и там. Да. Вот. В принципе, они похожи. И вот оно. Вот оно в море. В море. Ай, привет. Ай, привет. Слушай, такое ощущение, что оно немножко ушло. Нет? Мне кажется, как берег чуть поближе стал. Ну что, бежим? Заплыв делаем? Да? Уезжаем? А есть и такие. Да, здесь купаются. Но море, мне кажется, сейчас... Сколько здесь грош? Гроша в 7, наверное. Да? Да. Вон там у нас еще рыбаки. Вот чайки. Море, кстати, спокойное. И если честно, если бы не песок, оно по цвету бы сейчас нисколько не отличалось, наверное, от сочинского. Смотри, какая чистая вода. Ой, красивое такое море. Надо на минутку замедлиться, встать и послушать шум волн. И по-любому сразу же станет гармония. Душе. Настроение. Это... Чудодейственная сила шума волны. Запаха моря. Ну что, куда пойдем? Амбар. Дача. Амбар. Дача. Пойдемте в дачу. Итак, мы в даче. Расположились возле окна с видом на море. И уже сделали заказ. И нам уже его принесли. И сейчас мы будем вкусно кушать. Я заказала пеламиду вкусную. Люблю ее. Обязательно советую всем попробовать. Алексей заказал себе борщ. От него стоит такой аромат чеснока. У меня слюнки текут. Насколько вкусно пахнет. Аромат просто... Мы заказали еще манго имбировый чай. Согреться. Сейчас будем наслаждаться видом. Кушать вкусные блюда. И отключимся на мгновение, чтобы посидеть вдвоем. О, боже мой. Мне уже холодно за него. В общем, смотрите, человек отправляется купаться в Балтийское море. 20 декабря, собственно. Ой, ему что, не холодно? Ой, мне аж мурашки побежали. О, так уверенно заходит. И... Ну... Ну... Давай. Главный вопрос, зачем? Все, нырнул. О, боже мой. Мне что-то так холодно. Мы посидели в кафе, поели, подкрепились. Но и вышли на улицу. Я что-то сразу замерзла. Там было так уютно и тепло. Но сейчас время час дня. И все вышли на прогулку, гулять. На пляже много людей. На набережной тоже все гуляют. Ну, в принципе, самое время. Почему бы и нет? Единственное, вот эти лавки очень, наверное, холодные. Просто. Очень. Ой, их поставили так много. Их же не было таких. Слушай, они очень неудобны. Да вообще, для чего они нужны здесь? А летом горячо. Представляешь, на солнце ногами накалятся. Так ты посмотри, сколько их поставили. Ну что, ребят, такая прогулка у нас сегодня получилась. Зимний Зеленоградск. Приезжайте обязательно сюда, гуляйте, ходите к морю. Будьте туристом, наслаждайтесь этим городом. Он классный, уютный. На этом мы с вами прощаемся. Всем до новых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин